Думаешь бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья. Уже около 20 лет в нашем регионе проводится чемпионат молодежь и предпринимательства. Участвуя в нем, молодые люди могут опробовать свои бизнес-идеи, получить полезные навыки и внутренне для себя определиться, стоит ли в будущем идти в предпринимательство. О получении бизнес-знаний буквально со школьной скамьи и об эффективности такого опыта расскажут наши сегодняшние герои. Мы находимся в офисе нашей туристической компании. Мы занимаемся, как и многие другие авиатурами, но считаю, что ведущее наше направление – это автобусные туры в приграничную с нами Украину, Россию и Европу. Меня зовут Дмитрий Милованов. Я руковожу туристической компанией. В бизнесе я с 2010 года, тогда это нельзя было назвать бизнесом серьезным, скорее я стал работать на себя уже и зарабатывать деньги своей головой. Я учился в университете потребительских операций, научном отделении и параллельно поступил сухого на факультет веб-дизайн компьютерная графика. И в принципе увидел, что это вид деятельности довольно перспективный и который позволит мне начать зарабатывать деньги уже сейчас, будучи студентом. Я стал фрилансером, стал учиться, осваивать графику, программирование. Но постепенно, когда я уже заканчивал университет, к этому времени я уже довольно неплохо занимался сайтостроением. И в этой сфере я работал до года 2013, то есть вот момент как раз начала нашей туристической деятельности. Для того, чтобы понять, что туристическая деятельность это, скажем, основное, то, чем мне нужно заниматься, понадобилось, я думаю, около двух лет. То есть два года я пристреливался, старался понять, что к чему. Но потом открылись пути, когда ты можешь здесь развивать свои направления. То есть ты можешь создавать продукт. То есть одно дело его продавать, но другой момент, когда ты можешь что-то произвести. Поступая в университет, я думаю, мало кто считает, что он будет предпринимателем в 17 лет. Конечно, всех это денег, но какой-то предпринимательский склад ума еще не сформирован. И, конечно, университет в этом, в принципе, помочь может и старается всеми силами. То есть, в частности, в нашем университете, в потребительской операции, проходил такой чемпионат с молодежью в предпринимательстве. Это то место было, где молодежь, там первокурсники, второкурсники, там я, в частности, там на втором курсе был, знакомились с таким понятием, как предпринимательская деятельность, бизнес, могли пообщаться с, так сказать, живыми бизнесменами, кто уже реализовал себя там в рамках региональных или даже республиканских. Это, конечно, интересно и здорово стимулирует молодежь. И, ну, думаю, в частности, стимулировало и меня. Уже 17 лет на базе Белорусского торгово-экономического университета правопотребительской кооперации проводится международный чемпионат молодежи и предпринимательства. За эти годы МИП-программа получила очень большое развитие, благодаря, конечно, ректору, профессору Лебедева Светлане Николаевне, также благодаря государственной поддержке. МИП-программа входит в государственную программу малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь, в госпрограмму по молодежной политике. Международный чемпионат стартап-проектов молодежи и предпринимательства проводится в рамках Гомельского экономического форума и при поддержке Гомельского облсполкома. Темп развития программы молодежь и предпринимательства, конечно же, он актуален в связи с тем, что в стране пошла большая поддержка молодежного предпринимательства. Так, за последние пять лет каждый раз все больше и больше проектов представляется на МИП-чемпионате. У нас участвуют уже около 70 вузов и СУЗов Республики Беларусь. Участников около 7 тысяч за все годы приняло участие в МИП-чемпионате. Кроме этого, расширилась география участников. Принимают участие такие страны, как Украина, Россия, Казахстан, Молдова. И в этом году планируется приглашение из Греции, Болгарии, Польши и Латвии. Новшествами МИП-чемпионата 2020 будет являться то, что будет школьная лига. Будут принимать участие школьники не только из нашей страны, но и из других стран. Вторым направлением будет являться то, что подсчет голосов жюри будет полностью автоматизирован. И представители жюри будут из разных стран. В рамках МИП-программы проводится ряд обучающих мероприятий. Тренинги, семинары, мастер-классы, встречи с предпринимателями. И все желающие студенты и молодежь Гомельщины могут проработать и прокачать свою бизнес-идею. И прямо на занятиях составить бизнес-модель своего бизнеса с тем, чтобы потом еще в будущем представить ее на МИП-чемпионате. Очень важным аспектом при подготовке к МИП-чемпионату является общение с представителями бизнес-сообщества. Они являются менторами многих проектов, а также встречаются со студентами в виде семинаров и тренингов. На чемпионат мы приглашаем предпринимателей и представителей бизнес-сообщества в жюри. И одновременно участвуют около 50 человек. Таким образом, за все годы у нас уже около 500 человек жюри поучаствовало в МИП-чемпионате. Большой помощью для подготовки студентов по разработке старта-проектов является реализация международных проектов по молодежному предпринимательству. В настоящее время реализуется смарт-проект, в рамках которого будет открыто в университете смарт-кафе, которая будет являться площадкой для общения студентов с предпринимателями, для самостоятельной работы со студентом, со своими руководителями, со своими менторами. И, конечно же, уютным местом для неформального общения между собой. Это был обзор фактов о чемпионате молодежи предпринимательства от координатора проекта Ирины Трусевич. А прямо сейчас у нас с вами есть возможность почувствовать себя членами жюри чемпионата, познакомиться с несколькими участниками МИП-2020 и оценить их проекты. Меня зовут Криволапов Виталий. Я учусь в Торгово-экономическом университете потребительской кооперации на четвертом курсе специальности экономика электронного бизнеса. И я участвую в международной программе молодежь и предпринимательства. Каждый день преподаватели и студенты сталкиваются с расписанием занятий. Проблема заключается в том, что следить за ним неудобно. Наш проект – это приложение расписания занятий. Приложение даст быстрый доступ как к расписанию групп, так и к расписанию преподавателей. Помимо этого, в нашем приложении есть еще система личных сообщений. То есть вы, например, можете написать своему другу либо целой группе о каком-либо мероприятии, либо даже преподавателю, чтобы обсудить время личной консультации. Еще одна небольшая, но тоже немаловажная функция – это новости. В этом разделе будут собраны все мероприятия, в которых могут участвовать наши студенты. Тем самым мы поддержим активность не только студентов, но и всего университета в целом. В настоящее время у нас есть бета-версия приложения «Копертайм». И сейчас мы при помощи преподавателей и студентов будем исправлять его. И к моменту выступления на МИП-чемпионате планируем выпустить готовое приложение, чтобы каждый член жюри смог уже скачать его, посмотреть на него лично и оценить то, что мы сделали. Работая над проектами в МИП-программе, мы получим первый практический опыт. И в дальнейшем будем разрабатывать новые мобильные приложения. Меня зовут Курбека Дарья. Я являюсь студенткой третьего курса специальности экономика управления на предприятии Белорусского торгово-экономического института потребительской кооперации. Я являюсь участницей международной программы «Молодежь и предпринимательство». Наш проект называется «Кафе-съедобный горшочек». Кафе будет предоставлять своим посетителям горячее блюдо, а именно супы, приготовленные из простых и высококачественных домашних продуктов. На первом плане у нас согреть посетителя, быть максимально приветливыми и дружелюбными. Особенность нашего кафе – это использование съедобной посуды. Никакой одноразовой посуды – это экологически чистый продукт, то есть вы можете кушать стаканчик вместе с супчиком. Так что, если у человека нет времени, он может полезно, вкусно и качественно перекусить на ходу. Как пришла эта задумка данного проекта, хотелось открыть такое кафе, чтобы не было никакой одноразовой посуды, и чтобы наши люди могли вкусно, полезно и качественно перекусить на ходу. Никаким либо гамбургером, либо шаурмой, а именно горячим супом, который содержит много клетчатки, который полезен для нашего организма. Наша команда имеет руководителя, преподавателя и ментора проекта, которые помогают нам его разрабатывать. И именно преподаватели и МИП-программа Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации дает такую возможность молодым студентам развиваться, и в дальнейшем мы планируем открыть сеть нашего кафе. Меня зовут Головко Вероника Сергеевна. Я студентка третьего курса факультета экономики и управления Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Проект ФБР «Финансовое благополучие республики» — это уникальный шанс для каждого в возрасте от 12 до 58 лет Благодаря искусственному интеллекту и современным IT-технологиям добиться финансового благополучия для себя, своей семьи и страны в целом. Проект ФБР активно развивается по трем направлениям Анализ личного бюджета Академии финансовой грамотности Бизнес-игра ФБР Первый — это анализ личного бюджета. В данном разделе каждый пользователь может ввести данные о расходах и доходах, а умное приложение предоставит вам анализ, а также пути оптимизации. Второй раздел — Академия финансовой грамотности В данном разделе каждый пользователь сможет обучиться основам финансовой грамотности по трем направлениям Это базовый курс за одну базовую величину, специальные курсы и продвинутые И самое интересное — это бизнес-игра ФБР Каждому пользователю будет дан стартовый капитал как аналог субсидий от биржи труда На основании данного капитала вы можете открыть любой понравившийся вас бизнес Однако в случае многократных нарушений вас оштрафуют финансовые полицейские Конечно же, как и все участники, наша команда нацелена на победу Однако немаловажным является опыт, а также мнение уважаемого жюри, которое подскажет, в каком направлении лучше развивать проект Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в турсе проекта ФБР Приглашаем стать частью команды ФБР и принять участие в разработке и реализации проекта Очень важным аспектом участия студентов в МИП-программе является то, что они начинают получать первый практический опыт, находясь в университете и в дальнейшем они уже имеют возможность становиться или сразу предпринимателями или где-то работая, потом развивать свои предпринимательские навыки и открывать бизнес Многие действующие предприниматели из числа студентов МИП-программы приезжают в университет и общаются со студентами и рассказывают, насколько это много дало им жизни, мотивировало к работе, к профессионализму, к личностному росту и обязательно советуют молодежи заниматься своим личностным ростом с тем, чтобы стать зрелой личностью и профессионалом своего дела Эти мероприятия 100% эффективны, конечно, в первую очередь все зависит от самого человека то есть от студента, насколько велико его желание работать и к чему-то стремиться На сегодняшний день идей у молодежи более чем хватает, потому что сегодня такое время, когда каждый день появляется что-то новое, совершенно неожиданные ниши выплывают, на которых можно заработать денег людям, которым, в принципе, по 19-18 лет Первое, это то, что не нужно стесняться, не нужно бояться Если есть какая-то возможность, есть идея, надо пробовать ее реализовывать И второе, если взялся за какое-то дело, надо доводить его до конца Я не верю, что есть какой-то вид деятельности, за которую ты взялся, работаешь много лет И он не выгорит Такого не может быть Это может быть только при одном случае, если ты поработал месяц, год, два И на каком-то промежутке ты сдался, ты бросил его туда, все, тогда, конечно, ничего не получится Но если ты доводишь до конца, в конце 100% будет успех Конечно, далеко не каждый участник подобных чемпионатов и стартап-конкурсов становится предпринимателем Но то, что такие мероприятия полезны для личностного роста, бесспорно Поэтому будьте активными и старайтесь использовать каждый шанс Это была программа «Бизнес-план» До встречи в следующих выпусках